здравствуйте в этом видео про капли для растений какие капли можно применять для замиокулькаса чтобы снизить стресс чтобы нарастить корневую систему чтобы оздоровить замиокулькас все эти капли разные и естественно предназначение них тоже разные в какой момент можно применять расскажу вам обо всем по порядку сейчас большое количество различных средств есть очень дорогие стимуляторы есть средства а стресса тоже очень дорогие также можно применять и аптечные дешевые средства которые проверены мной и не только мной но и другими садоводами и даже цветоводами многие применяют аптечные средства уже давным-давно видят хороший результат самое главное для цветка это вовремя снизить стресс данный момент я привезла все свои замиокулькасы с дачи домой представьте что там температура была одна и в комнатных условиях температура совершенно другая воздух даже другой влажность другая и для того чтобы мой замиокулькас не замер не начал например скидывать листики и не начал даже например болеть и гнить нужно срочно было снижать стресс первым делом я опрыскивала салициловой кислотой далее буду опрыскивать со стимулятором и для здоровья но для начала если вы перевозите допустим как я с дачи обратно домой нужно промыть под душем наш замиокулькас смотрите какая пыль образовалась это все на даче потому что там все-таки грунта земля ну даже воздух пыль все равно все это летает и оседает на листочках можно ли мыть замиокулькас под душем какую воду использовать либо просто опрыскивать его с полизатора водой чтобы промыть листики если не отмыть всю пыль что произойдет замиокулькасом во первых он перестает дышать листики у нас теряют тургор и в конечном итоге растение у нас заболевает поэтому периодически даже если вы выращиваете в домашних условиях у вас форточки открыты естественно пыль будет оседать то нужно делать хотя бы иногда душ либо опрыскивание чтобы очистить листовую пластину и так что же я буду делать данными замиокулькасами буду ли мыть или буду просто протирать протирать я точно не буду потому что уходит большое количество времени на каждый листочек а цветов у меня большое количество в этом году еще перевожу герани с огорода это тоже время затратно что касается прироста новой листовой массы где лучше растет растет везде одинаково потому что замиокулькас он сам по себе такой неприхотливый но самое главное ему вовремя давать подкормки я бы сказал что он прожорливый и первое что я делаю после дачи это конечно же мою под душем свой замиокулькас на белой ванне смотрите здесь все прекрасно видно пятнышки пятна могут быть во первых от янтарной кислоты она тоже оседает и делает более такие белые пятнышки плюс пыль от дачи это все естественно и так как правильно под душем мыть замиокулькас делаем теплый душ ни в коем случае не горячий не ледяной не холодный а чтобы вашей руке было комфортно значит и цветку будет комфортно направляем душ именно в бок чтобы максимально снизить поступление обычно из-под крана воды в грунт вода будет поступать грунт но мы все равно снижаем это как раз появление воды в данном цветке потому что ему все-таки нравится вода отстойно можно наклонить немножко замиокулькас и тогда сделать промывку листвы но смотрите все промыла замиокулькас у меня простой раван большое количество горшков а также за из и 2 5 литровых горшка кстати хотела пересадить черный тоже в 5 литровые до конца с первого раза не отмоется самое главное убираем именно ну такую сильную грязь для того чтобы листочки начали принимать подкормку которую мы сегодня с вами дадим и активно он как раз пошел в рост и не стрессовал и теперь можно по листу применять средства от стресса первая баночка это солициловая кислота двухпроцентная можно применять и 5 капель на 1 литр воды это стандартная дозировка больше не надо добавлять есть дозировки и по 10 по 15 капель я проверяла мне нравится именно простая 5 капель на литр воды опрыскиваем один раз желательно перед тем как будет именно стресс если будет сильно похолодание у вас стоит на улице если будет допустим сильная жара у вас стоит на балконе либо вы будете пересаживать тоже за недельку пройдитесь именно с солициловой кислотой по именно листовой пластине также можно и поливать но поливаю я очень редко с солициловой кислотой потому что по листу все прекрасно работает если нет солициловой кислоты двухпроцентной то можно применять ацетилса лициловую кислоту для того чтобы ацетилка начала работать ее нужно либо кипятить но я проверяла также в холодной воде проверяла также и в обычный но лучше всего заварив кипятке далее можно использовать тауфон составе которого таурин либо тауфон заменить на таурин сам по себе он стоит таурин рублей 50 а тауфон около 150 рублей специально конечно не покупайте если у вас в домашней аптечке что-то валяется потому что у них тоже есть срок годности особенно после открытия для глаз явно никто больше применять ничего не будет поэтому можно применять для растений берем бутылек 5 миллилитров и разводим в 200 300 миллилитрах воды если у вас бутылек целый 10 миллилитров на 400 500 миллилитров это в среднем и далее опрыскиваем по листу снижаем стресс у нашего растения перед пересадкой перед переездом если вы также как и я таскаете из комнаты в комнату это тоже будет стресс далее можно использовать йод хорошо помогает для активного роста и чтобы растение не болело применяется одна капля на один литр воды с йодом нужно быть осторожными потому что мы с вами точности не знаю сколько содержится йода в грунте вот примеру я отслеживаю у меня даже есть специальный график когда я поливаю с йодом то есть поступление йода я отслеживаю но в самом грунте я проверить точно не могу потому что специального прибора у меня нет поэтому я всегда применяю самую минимальную дозировку одна капля на 1 литр воды и опрыскиваю один раз 3-4 недели если это требуется также можно поливать с йодом но желательно по влажной земле есть дозировки и более одной капли есть и по 5 капель на 1 литр кто-то применяет по 10 капель но я так не применяю поэтому моя дозировка именно такая которую я применяла много лет следующее средство которое тоже применяется в каплях это эпин а либо циркон бутылочки у них одинаковые стоимость тоже примерно одинаковое действие у них тоже практически одинаково мне больше всего нравится циркон я его даже смешивают например с мегафолом и опрыскиваю по листу именно в очень сильных стрессовых ситуациях циркон применяется 4 капли на 1 литр воды и опрыскивается мне в солнечную погоду чтобы не было именно сильных солнечных лучей но желательно опрыскивайте вечером когда солнышко у нас не активно потому что когда активное солнце и пин циркон они не работают ну то есть будет просто какое-то опрыскивание по листовой пластине но эффекта вы точно не увидите следующее средство натуральный виталайзер отличный стимулятор хорошо помогает от стресса вот именно сегодня я буду им и опрыски потому что применяю периодически например если вы 10 дней назад применяли салициловую кислоту не применяйте сегодня еще раз салициловую лучше сделайте допустим другое опрыскивание более мощным стимулятором и с более мощным средством от стресса именно такое чередование поможет вам получить здоровое растение также можно делать курс если например у вас нет того или иного средства значит делаем курс допустим из сталициловой кислоты один раз в 10-14 дней и курсом 3-4 раза если у вас например нет салициловой кислоты берем эпиен либо циркон и тоже делаем обязательно курс вот тогда эффект точно будет но точно так же можно их чередовать между собой если например вы хотите после сильного например стресса после переезда в данном случае опрыскивание более мощным средством так делать тоже можно через некоторое время можно пройтись еще раз натуральным виталайзером потому что она более мощная чем например салициловая кислота салициловую если сравнивать с натуральным виталайзером они немного разные у них как раз действие салициловая на польшу просто от стресса а натуральный виталайзер хорошо помогает простимулировать и плюс от стресса у меня полизатор большой поэтому я наливаю по 2 капли на 1 литр воды можно применять одну каплю на 1 литр воды зависимости какой эффект вы хотите получить и какой сильный стресс был вашего растения снимать одной рукой не очень удобно потому что поставка моя осталась еще на даче кошка например у меня тоже в шоке что подоконник полностью занят что теперь делать где наблюдать за птичками так давайте сами опрыскивать как раз от стресса для того чтобы мой замиокулькас хорошо пережил очередную поездку уже не первый год я так выращиваю сначала домашних условиях потом где-то 1 июня в начале июня я перевожу все растения на дачу они живут все со мной в беседке живут многие ставлю на газон периодически тоже их таская туда-сюда но смотрите результаты хорошие у меня замиокулька с каждым году все больше и больше разрастается мне это нравится и пересаживаю в больший объем замиокулькас тоже доволен и наращивают много хорошие листвы но сейчас самое главное это снизить стресс потому что при стрессе можно действительно потерять растение если не снижать стресс у нашего замиокулька сам кстати постоянно в стрессе постоянно что-то ему не нравится непогодные условия не домашний микроклимат может и подкормка не понравится что-то еще лучик например в окошко не был не тот тот тоже все не нравится бывает все по-разному поэтому снижаем стресс и получаем хорошее здоровое растение но на сегодня это все заходите ко мне на канал смотрите другие видео как-нибудь все таки сниму пересадку и черного и своего большого замиокулькаса который кстати уже многие просят показать пересадку ну пока я его не пересаживала все нет времени всем спасибо и до новых встреч